Здравствуйте! Давно не виделись. У меня в жизни много занятий, и одно из самых таких важных это развитие учения о концепциях. Вот я сегодня хочу поговорить с вами об этом более подробно. Значит, концепции. Давайте сразу на примерах, чтобы было легче и понятнее. Например, хорошо знакомая нам всем концепция русского мира. Это настоящая новая форма жизни, которая живет где-то там в на сфере, в информационном мире, и оказывает на нас прямое воздействие. Мы все стеснялись об этом говорить, но наконец-то пришло время об этом поговорить. И сейчас я вам немножко расскажу, что такое концепция, как они живут, какое воздействие на нас производят, и зачем это все. Значит, концепции носят вирусный характер. Они живут на наших мозгах, индивидуальных и коллективных, примерно как вирусы гриппа. Колонии гриппа живут на нашей слизистой оболочке, на наших организмах. Биологи знают, что 4 пятых генома человека созданы из обломков вирусов, которыми когда-то болело на его предке. Там вся ветвь в развитии. То есть человек собирает и передает наследственную информацию, используя обломки вирусов, которыми когда-то переболел. Такой симбиот. Примерно такая же картина и на информационном уровне. Мы собираем себя и передаем наследственную информацию о нас и нашей жизни из обломков тех концепций, которые на нас воздействуют. На современного среднего городского жителя, жителя мегаполиса, устойчиво воздействуют 10-12 концепций. Я когда-то их считал. И 4-5 очень активно борются за место в его голове. Они загоняют два провода вот сюда, назад. Один на закачку, другой на выкачку. И задача концепции – получить баблос когда-то. Когда-то Пелевин – это гениально. Отгадал, как бы я писал в МПРВ, что концепция, когда живет на человеке, она порождает определенное биохимическое состояние, в нем гормональное. И снимает сливки с этого состояния, и колония растет и ширится в каком-то смысле. Но это не единственный способ, которыми она с нами взаимодействует, но такой наиболее доходчивый и понятный. Грубо говоря, задача концепции – превратить нас в наркоманов, испытывающих совершенно определенное состояние сознания, гормональное состояние, с этого жить и питаться, вот с этих сливок, которые на шилом собирает с нас. Концепция – это не маленькая вещь. Давайте я вот сразу за яблочко возьму и зададимся вопросом о том, какие в нашей культуре с вами есть образы смерти человека. Ну, я считал для мужчин, которые живут в Украине, или, скажем так, в постсоветском пространстве. В Советском Союзе было два образа смерти для мужчины. Либо смертное производство за станком на сцене, в экспедиции, либо героическое смертное поле боя. Поэтому, как островно заметил Сергей Переслегин, российский футуролог, мужчина, который уходит на пенсию в бывшем постсоветском пространстве, ему незачем жить. И он, как это, умирает сильно раньше времени, потому что его жизнь после прекращения активного периода труда практически обессмысленно является. В рамках этой конкретной культуры, этих слоев, этих концепций у него отсутствует всякое жизненное предназначение, всякое понимание, для чего нужно продолжать барахтаться. Женщина может найти там вдохновение в детях и внуках, а мужчине, как правило, если не удалось заняться общественной работой или там нет призвания, согласно которому и занятия можно работать всю жизнь, например, искусство, наука и так далее, как правило, идет в отвал. Отсюда секрет малой продолжительности жизни у нас. Ну, могу сказать, что в современной Украине есть концепция героической смерти на войне. Она появилась для мужчин, появилась пять лет назад. Есть концепция смерти от внезапной болезни, типа инфаркт, инсульт, онкология, когда человек, как у нас говорят, сгорает буквально за месяц, за два. Есть концепция смерти после долгой мучительной продолжительной болезни, которой ты измучил всех родственников. И практически нет концепции медленного угасания в окружении любящих детей и родственников, учеников. Или там сознательного ухода из жизни, в высоком состоянии сознания, всепонимающим и так далее, когда человек умирает с улыбкой легко. Эта концепция зарезервирована, концепция такой смерти зарезервирована для высоких восточных учителей. Помните, как в мультике «Панда Конфу» в первой серии? Учитель-черепаха медленно растворяется и в виде потока цветов влетает в небо. Или там смерть Сократа, когда он, спокойно улыбаясь, выпивает чашу с ядом. Этой концепции у нас в культуре нет. И судя по тому, что есть, судя по продолжительности жизни, которая абсолютно не соответствует уровню жизни и так далее, на этом отдельном отрицательном примере можно показать силу концепции и то, как она влияет на нас и на наше общество. Это был пункт номер один. Вообще у нас 10 тезисов. Пункт номер два. На самом деле мы все хорошо знали еще до начала гибридных войн, а именно они проявили такие закономерности и структуры, как концепции, и их взаимодействие с нами и между собой наиболее полное, потому что мир стал очень связанным, и проступили закономерности и структуры, о которых мы раньше не думали. Не видели их, не замечали. Они нам хорошо были даны в виде маркетинговых и политических компаний. Это были оперативные концепции маленького такого значения, задача которых была там вывернуть нам мозги и души для реализации определенного продукта, бренда, либо политического продукта и бренда. С начала гибридной войны, а еще точнее раньше, с появлением интернета и возрастанием связанности информационного мира, который над нами стоит, концепции стали выходить на стратегический уровень и работать с такой вещью, как картина мира и базовое фундаментальное представление о нем. Концепции замахнулись на четыре базовых вопроса, которые составляют ядро миропонимания и самопонимания человека, а именно вопрос «Кто я?», «Где я?» в смысле окружающего мира, в каких отношениях мы находимся, я и мир, и зачем это все? Концепция стратегического уровня стремится ответить на все эти четыре вопроса, подменить человеку самостоятельный ответ или общество на эти вопросы и внедриться ему, так сказать, в биос его системы, компьютерная, да, софта, и подменить его собой. Вот привожу вам примеры глубинных концепций. Это третий пункт. Например, мое поколение, вот с 70-80-х годов, рождения, скажем так, их представления о мире, базовые, сформировались учебником природоведения за четвертый класс. Я его очень хорошо помню, там это такое сочетание физики и географии, такой комплексный учебник. Там, где-то на третьей-четвертой странице приводилась концепция о том, что вот Земля шарообразна, находится в космосе, гелиоцентрическая модель и так далее, и так далее. И даже опрокидывалась враждебная концепция. Вот тут говорилось, что в эту надо верить и ее любить. А враждебная концепция плоской Земли, стоящей на трех слонах, хотя и на огромной черепахе, парящей в Мировом океане, вот она критиковалась. Я еще очень хорошо помню эту картинку, слонов и черепахи. То есть не просто указывалась концепция, в которую надо верить, а еще опрокидывалась враждебная, злая, нехорошая концепция. И базовые концепты, базовые представления задают такие предметы в школе, как задают базовое образование среднее, и задают такие предметы, как история, география, физика и литература. Они предписывают нам ответы на вопросы, кто я, где я, в каком мире я нахожусь и зачем это все. Я думаю, что все вы знаете расхожую такое выражение, уже ставшее мемом, что 99% того, во что вы убеждены и то, во что вы верите, было придумано до вашего рождения. И это действительно так. Пункт номер 4. Вообще у человека как бы три источника концептов базовых, стратегических. Первое – это семейные родовые предания. То есть родители передают какую-то картину мира, и род, и семья в большом смысле. Какую-то систему убеждений, систему правил, этики, как воздействовать на мир, как взаимодействовать с людьми. И как-то объясняют ребенку, взрослому, зачем это все. И, как правило, кстати, жестоко наказывают за попытку пересмотреть эту концепцию и выйти на самостоятельную дорогу. Второе – это профессиональный фольклор. Профессиональные концепты связаны с конкретной профессией, с пребыванием в профессиональном сообществе. Там тоже задаются свои ответы на вопрос кто я, где я, в каком мире я нахожусь и для чего это все. И человек, принимая профессиональный фольклор, профессиональный жаргон, становясь членом профессионального сообщества, принимает доктрину профессионального сообщества. И это является еще одним источником формирования его представления о жизни и концепции, которые им пользуются. А кроме того, есть так называемая религиозно-мифологическая линия. Она самая важная, наиболее базовая представление, которую сначала описывают поэты, потом философы, потом ученые и, в конце концов, передают преподаватели. Вот, вот ровно, как в учебнике природоведения, что мир покоится на китах или мир покоится, или мир произошел в результате большого взрыва. Здесь очень свои забавные ситуации и нюансы, например, в частности, ведущих теоретических физиков мира, базовая концепция в мире, представление, вот если их попросить описать, как же мир все-таки устроен, намного примитивнее, чем, например, религиозное сказание австралийских аборигенов, дикарей. Потому что они, когда пытаются отвечать на базовые вопросы о мире, вынуждены придумывать квази-трансцендентные концепты и сущности, типа гомеостатическое мироздание, типа самостоятельный универсум, самодостаточный и так далее, и так далее. Обезличенные, за которыми стоит некая субъектность, частичная, то есть как бы мир или мироздание само по себе может делать то же самое, что Господь Бог или Боги австралийских дикарей, но слово Бог как бы приносить ученому неудобно, поэтому мы дадим ему частично функции Бога и будем исходить из того, что вот примордиальное состояние Вселенной как-то само породило большой взрыв. Короче, очень смешно все это. Нет, чтобы честно сказать, что как австралийские аборигены, что большая жаба когда-то взорвалась, из ее выпали кишки, из которых сделали планеты, а из крови образовалось великое молоко, а из молока великий млечный путь и так далее, и так далее. Глаза породили океаны и прочее, или как у греков. Древние греки были честными людьми и сразу представляли мир себе не как искусственную модель каких-то там непонятных законов, сущность которых и способы взаимодействия абсолютно не ясны, а они за каждым законом, за каждой сущностью ставили, субстанцией ставили, индивидуумы, и мир превращался в борьбу индивидуальности, в борьбу личности между собой. Богов, героев, стихий и так далее. И даже в каждый ручей они сажали нимфу, которая была душу этого ручья собой олицетворяла. И каждой горе приписывали какого-то полубога с телом человека и копытами козла. Вот таким вот образом. Так вот, некоторые следствия, которые из этого идут, вот из этих трех источников, превращаются у нас в следующий пункт. Заключается он вот в чем. Что сейчас очень много говорят о критическом мышлении, развитии критического мышления. Философия переживает как способ составления гипотез и беспощадной критики их переживает свой ренессанс. Более того, на Западе очень мощная тенденция замены психотерапии просто изучением философии, что оказывается результаты гораздо лучше по одной простой причине. Вот эта вот позитивистская психотерапия, которая была принята в 90-х, 80-х в Западе, на Западе после вьетнамских войн, после кризиса 1968 года, недоделанной революцией сознания, она запретила вмешиваться и в систему образования это пришло, оно запретило вмешиваться в картину мира людей, которых ты, в отношении которых ты занимаешься терапией или которых ты образовываешь. А выясняется, что без вмешательства в картину мира вообще ничего не получается сделать с человеком. Он и не образовывается, и не лечится. А вот философия не стесняется вмешиваться в картину мира, отсюда ее успехи. Да. Так вот, мысль, которая заключается, которая стала необходимой, которую я хочу поделиться с вами, заключается в том, что критическое мышление для того, чтобы сберечь себя или свое сообщество от оперативных вторжений, например, маркетинговых компаний, например, политических компаний, например, компаний информационно-психологических, которые проводятся в рамках гибридных войн, недостаточно. В нашу культуру личную и общественную пора вводить такую вещь, как пересмотр базовых стратегических концепций, а именно религиозно-мифологической картины мира, семейно-родовых преданий и профессионального фольклора, профессиональных доктрин. Все это должно быть подвержено критическому анализу у человека, иначе он не может называться человеком и станет, рано или поздно, станет жертвой воздействия не тех концепций, которые сомнут ему картину мира и представление о себе и запустят его ложным путем. Нам теперь нужен не только анализ оперативного потока информации, того, что идет через СМИ, в ленте Фейсбука, через знакомых, но и базовой картины мира. Иначе мы превращаемся в людей, которые сидят со своим критическим мышлением и со всем этим развитием, которые сидят на берегу океана, черпают стаканом воду, тщательно под микроскопом его изучают, рассматривают эту воду в лупу, и потом решают, что в океане нет китов, потому что мы каждый стакан проверили, и кита там не обнаружили. Так вот, киты там есть, и эти киты — это концепты, которые там живут. Поэтому нужен стратегический анализ всех наших представлений о мире и регулярный, сознательный ответ на вопросы — кто я, где я, в каком мире я живу и зачем это все. Это становится повседневной практикой уже оперативной. Кроме того, это становится, должно становиться предметом заботы тех людей, которые думают об образовании, просвещении, управлении массами, познании и производстве, то есть практически всех нас, всей нашей социосистемы. Я скажу вам еще больше. Судя по всему, в какое-то ближайшее время, по мере развития информационной составляющей человечества и общества, очень скоро надо будет вводить этот вопрос не только индивидуально и не только на уровне образования, но и на уровне практик государственного управления и бизнес-управления стратегического. То есть вводить должность как в Древнем Риме общественных цензоров, которые, например, будут так или иначе формализовывать концепции, делить их на вредные и полезные и цензурировать информационный поток не в смысле запрещать отдельных журналистов, отдельным журналистам говорить отдельные слова или статьи, а на уровне концептов. Вот концепты, которые высчитывают последствия, концепты, которые снижают продолжительность жизни в стране, концепты, которые позволяют в стране выбирать всем скопом не тот политический или общественный курс или стратегический развитие. Концепты, которые не дают стране модернизироваться и держат ее в прошлом. Вот эти вещи нужно формализовывать и цензурировать. Пока это идет на уровне отдельных энтузиастов, я думаю, что в течение 5, 10, 15 лет это должно стать в принципе общественной функцией, формализованной, институализированной. Иначе мы далеко не уедем. Украина, например, в частности, вот в мире есть 196 стран государственных образований, 35 из них считаются модернизированы. Украина и Турция, такие страны, например, пытаются модернизироваться со средины 19 века и у нас не выходят. Я вам объясню, почему это не выходят. Причем все все понимают, все бесконечно об этом говорят, даже получается индустриализация иногда выходила, а вот модернизации не получалось. Заметьте, что Советский Союз, кстати, имел концепцию, когда индустриализацию пытались выдать за модернизацию. Это не так. Иран, например, является глубоко модернизированной страной, вернее, индустриализированной, даже свои собственные спутники производят и сложную номенклатуру вооружений, но при этом находится во власти средневековых вот таких вот религиозных имамов. И в Украине тоже есть Южмаш, и первый институт кибернетики в мире появился в Украине и так далее, но тем не менее мы не являемся модернизированной страной, потому что модернизированными являются общественные отношения, а не производства в первую очередь. И вот что-то нам не дает модернизироваться, хотя первые попытки модернизации это Кирилла Мефодийского общества, они поставили вопрос о модернизации мышления, вот, и как-то 150 лет никак не выходит. Вопрос, почему не выходит, это вопрос, ответ на который должны найти общественные цензоры, либо, короче говоря, общественные цензоры. Движемся дальше. Информационный мир, который образовался с развитием сети интернет, СМИ, социальных сетей, он увеличил связанность этого мира, нашего, и проступили закономерности и структуры, я еще раз повторюсь, которые раньше не было видно. Что такое гибридная война? Вот смотрите, мир в 19 веке на уровне СМИ, на уровне общественных дискуссий исходил из того, что база у всех европейских цивилизованных людей одинакова. По мере развития этнографических исследований, по мере знакомства с миром колонии, со всем остальным миром, западные люди обнаружили еще где-то в веке 18-м, первый раскол был на уровне религиозных войн в христианстве, протестантизм, католицизм, обнаружили, что одни и те же люди, живущие в одном и том же месте, а тем паче люди, живущие в разных местах, на разных фазах исторического развития, на разных континентах, с разным цветом кожи, могут иметь абсолютно разные картины мира. И мир был сотрясен, потому что когда-то до этого в Европе была единая религиозная мифологическая картина мира, которая задавала христианство, католическая церковь, потом оказалось, что картина мира, ответы на вопрос кто я, где я, зачем я, в каких отношениях мы находимся между собой, могут быть абсолютно разные ответы. Потом был еще подрыв, который организовало просвещение, оно проблематизировало религиозную картину мира и установило там свою просвещенческую, материалистическую такую картину мира. Потом возник марксизм, который расколол ядро капиталистического мира в середине 19 века и объяснил, что может быть совершенно другой взгляд на мир и совершенно другие ответы в той же реальности. Вот эти вот взрывы, которые звучали под фундаментом западного мира, а сегодня связанные с высокой связанностью этого мира, информационной, заставили поставить вопрос вот о чем, что если еще до Второй мировой войны на страницах западных газет и общественных дискуссий мы спорили только о фактах и об их интерпретациях, то сегодня мы уже спорим с вами на уровне не только фактов и их интерпретации, но на уровне создания дополненной реальности, виртуальной реальности, фейковой реальности. А до западе уже заговорили о дипфейке, потому что это такой способ создавать дополненную виртуальную реальность, который получится в результате развития информационных средств. Например, через пять лет станет возможным записать ролик с политическим деятелем, когда он занимается сексом с двумя девятилетними детьми. Это будет его голос, его фигура, его этот самый, причем вожди качества. И он устанет доказывать, что это не он, это всего лишь сделали на компьютерной фабрике и запустили в сеть. То, что на западе сейчас эта проблема поставлена, дипфейком, когда можно будет создать абсолютно виртуальную реальность, которая будет больше похожа на реальность, чем реальная. И получается, что раньше базис был один, спорили над интерпретацией фактов и над фактами. Потом гибридные войны и современные технологии позволили создавать фейковые факты, потом фейковую интерпретацию факту, а теперь ушли уже под базис и работа идет на уровне базы, на создание ложной базовой модели, ложного фундамента представлений и ложной картины мира в виде дополненной реальности, в виде виртуальной реальности, которой не было вообще и о чем 50 лет назад и подумать никто из нас не мог. И в этой связи перед западной цивилизацией, которой мы принадлежим, так сказать, перед мировым сообществом, возникло целый ряд вопросов. Например, вот такие вопросы. Что делать, если сталкиваются разные картины мира? Нужно ли уважать чужие картины мира? Нужно ли обучать людей, детей и взрослых людей картинам мира? И возможно ли их цензурировать, эти картины мира? Можно ли уничтожать картины мира и их носителей? Современная цивилизация, человечество дало пять основных попыток ответить на эти вопросы. Условно говоря, это европейский мультикультурализм. Он исходит из концепта пусть расцветают все цветы, все картины мира, а там посмотрим. Есть концепция американского либерализма. Он говорит так, да, на периферии должно быть и может быть сколько угодно разнообразия, но ядро должно оставаться консервативным и следить за тем, куда в принципе движется американская цивилизация, мы не можем позволить там ее впасть, заменить базовую элиту, базовое представление о мире и сломать базовую стратегию развития. Есть вариант исламского государства. Там все очень просто. Там предполагается физическое уничтожение носителей альтернативы. Есть кремлевский вариант. Это такой вариант гибридный, вариант мимикрии цивилизационной. Кремлевский вариант предполагает использование западной либеральной риторики, а ядро пользуется средствами примерно такими же, как пользуется ИГИЛ. Физическая изоляция и уничтожение носителей альтернативной модели кремлевской, альтернативной картины мира и при этом с использованием современных западных технологий, СМИ, телевидения, интернета, дипломатических площадок и всех остальных возможных под западную либеральную риторику. Есть еще Ватикан, условно называем церковная модель, она идет примерно американским путем со времен Второго Ватиканского собора, который произошел в конце 60-х годов. То есть, грубо говоря, позволяем разнообразие на периферии при попытке сохранить консервативное ядро, но вообще церковь в тупике, и это отдельный большой печальный вопрос, потому что нового направления стратегического развития, которое от него всегда ждали, она пока задать не может. Это был краткий экскурс, а теперь выводы из него. Мы с вами, человечество, вместо того, чтобы объединиться, идти там, завоевывать космос, убрать границы, стать одной большой семьей, а к этому все дело идет. Будем воевать до бесконечности, пока не признаем за концепциями самостоятельной субъектности, не признаем их своей особой формой жизни, которая имеет сознание, волю свою, желание и способ существования у нас на головах, в головах и на душах, и в сердцах, и на коллективных мозгах. Вот когда мы признаем за концепциями субъекта, то есть начнем с ними разбираться по большому счету, изучать их как положено, работать с ними, тогда мы поймем, что бесконечное ободание между нами, людьми и сообществами, оно никуда не ведет. Надо выходить в вертикаль и разбираться с концепциями как таковым. Потому что концепции в значительной степени базовые или оперативные, стратегические, фундаментальные или сиюминутные, десятидневные компании, они определяют, как мы с вами живем и умираем, как мы развиваемся или тормозим, не можем развиться. Счастливы мы или несчастливы? Выживем ли мы как цивилизация и не выживем? И как именно мы будем жить, если выживем? Еще раз, люди могут воевать с людьми, сообщества, с сообществом, государства, с государствами бесконечно, пока мы не выйдем в вертикаль и не признаем самостоятельное существование концепции в на сфере информационном пространстве и не начнем разбираться с ними как таковыми. Кто их порождает, как их оформляют, как их развивают, для чего они существуют и почему существует такая новая интересная форма, кроме вирусов, так сказать, на физическом уровне, вирусы информационных и колонии вирусов, и эпидемии вирусов. Потому что они будут захватывать нас все больше и больше, мир становится все более связанным и связанным, а значит, у концептов появляются, развязываются руки и появляются все больше способов и возможностей воздействия на нас. Так вот, я записал это видео для того, чтобы рассказать вам то, чем я занимаюсь, одно из главных и базовых вещей, как мне кажется, переходного периода, в котором мы сейчас живем, метамодерны. И чтобы вы узнали про концепции, узнали про них базовую информацию, что они есть, и признали, поставили, наконец-то, для себя вопрос об их субъектности, о том, что вас заставляет любить или не любить, выбирать то или иное, жить так или иначе не только в супермаркете, но и в политической жизни, и в личной, и в семейной, и в профессиональной, и даже на узоре, на уровне базовых фундаментальных представлений о себе и о мире. Оставайтесь с нами.